МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Десногорска встретился с коллективом второй школы. Это, наверное, воспитывает наших детей любовь к природе, к чистоте. Первый международный фотоконкурс в объятиях природы. Волейбол очень хорошо развивается в нашей школе. Ребята активно участие принимают во всех соревнованиях. Открытие волейбольного турнира «Кубок надежды». А теперь об этих и других событиях подробнее. С 1 января 2018 года все садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан, расположенные на территории Смоленской области, будут оплачивать электроэнергию по льготным тарифам. За содействием в вопросе по изменению существующих тарифов к губернатору обратился житель Десногорска Николай Павлов. Алексей Островский сообщил, что с 1 января следующего года понижающий коэффициент 0,7 будет применяться по всем садоводческим товариществам, независимо от их места расположения. Более 200 молодых смоленских семей получат социальные выплаты для улучшения своих жилищных условий. В программу попадают молодые люди, не достигшие 35 лет. Исполняющий обязанности начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию Олег Ланщиков сообщил, что на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 130 миллионов рублей. 18 апреля в администрации Десногорска состоялось плановое оперативное совещание председателей комитетов и руководителей муниципальных служб города. Все подробности далее. На плановом совещании у главы присутствовали председатели комитетов и руководители муниципальных служб. В начале совещания заместитель главы Александр Новиков поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за обеспечение порядка во время массовых праздничных мероприятий. Управляющая делами Василина Черных доложила, что глава продолжает рабочие встречи с коллективами муниципальных организаций. Председатель Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Инна Михайлова сообщила, что 19 апреля в городском центре досуга пройдёт традиционный день призывника. В Центральной библиотеке состоится творческий вечер «Волшебники лекарства», посвящённый юбилею первой аптеки Десногорска. Все коммунальные службы работают в штатном режиме и активно принимают участие в санитарном месячнике. Ветеринарная служба города проводит бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. В Россию не пропустили 6 тонн белорусской говядины. Грузовик, в котором они перевозились, не оборудован холодильной установкой, а туши были свалены на полу. Кроме того, отсутствовали необходимые ветеринарные клейма, а предприятие-изготовитель не значился в реестре участников внешнеэкономической деятельности. В итоге подозрительное мясо отправлено назад в Белоруссию. Житель областного центра обнаружил противопехотную мину, когда убирался в арендованном гараже. Находку он принес в здание главного управления МЧС по Смоленской области. Подъехавшие полицейские выяснили, что мина была учебной и опасности не представляла. Однако сотрудники обоих ведомств призывают к бдительности, а к любым найденным предметам стоит относиться с осторожностью. В течение апреля глава Десногорска Андрей Шубин посещает муниципальные учреждения города. Уже состоялись встречи с коллективами двух школ, двух детских садов, двух учреждений дополнительного образования, физкультурно-оздоровительного центра Десна и библиотек. А 18 апреля Андрей Николаевич с рабочим визитом посетил вторую школу города. О том, как прошла встреча, расскажем в нашем следующем сюжете. Директор Лидия Кочубей рассказала гостям о школе, коллективе и их достижениях. В этом учебном году в школе в одну смену обучаются 624 ученика. Нынешний год для коллектива второй школы юбилейный. Осенью ей исполняется 35 лет. Учитывая возраст школы, всплывают и проблемы. Срочно требуется замена 35 оконных блоков. Необходимо привести в порядок и отопительную систему школы. Педагоги и учащиеся старших классов также задавали главе проблемные вопросы. Их интересовало, что планируется сделать в городе для детей и молодёжи. Какие возможны меры поддержки для молодых учителей? Как будет решена проблема парковок во дворах? Андрей Николаевич подробно ответил на все интересующие коллектив вопросы. А если возникнут другие, пригласил на личный приём. Затем гостям показали классные комнаты и другие кабинеты. Педагоги школы выразили надежду, что те вопросы, которые были подняты в ходе рабочего визита главы в их школу, будут рассмотрены и обязательно решены. Мы очень рады, что эта встреча произошла сегодня в нашем коллективе. И встречи эти, конечно же, нужны для повышения качества работы муниципальных организаций, для рассмотрения насущных проблем, касающихся не только школ, но и всего нашего города. Встречи с коллективами муниципальных предприятий будут продолжены. По статистике госавтоинспекции в нашей области в этом году произошло 193 ДТП с участием автобусов, в 12 из которых люди получили травмы. В связи с этим с 17 по 24 апреля объявлена операция «Безопасный автобус», во время которой инспекторы ужесточат контроль за осуществлением пассажирских перевозок, особенно детей. Также будут проверяться допуски к оказанию транспортных услуг, выбор маршрута и времени перевозки, исправность автобусов и соблюдение требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог. На сайте областного отделения МЧС появилась информация о том, что в социально-оздоровительном центре «Голоевка» завершилась первая тематическая смена «Школа безопасности». В ней приняли участие более 130 детей из разных районов Смоленщины. Ребята изучали правила пожарной безопасности и дорожного движения, безопасного поведения на водных объектах в лесу при возникновении ЧАЭС природного и техногенного характера. Получили практические навыки оказания первой помощи, использования первичных средств пожаротушения. Отметим, что мероприятие проходило в рамках года гражданской обороны. 12 апреля стартовал первый международный конкурс детской фотографии в объятиях природы. В Десногорске открытие нового проекта прошло в режиме телемоста, который соединил более 400 детей из 9 атомных городов. Подробнее о фотоконкурсе узнаете из нашего сюжета. Детский международный фотоконкурс принял эстафету у проекта «Импрессия от Дуная до Чукотки», в рамках которого известный венгерский фотограф-натуралист Балент Винце посетил территорию расположения всех 10 действующих атомных станций России и запечатлел российскую природу во всем ее великолепии и многообразии. Как рассказал Винце Балент, идея детского фотоконкурса родилась, когда он работал над проектом «Импрессия». Фотоконкурс посвящен Году экологии в России и 25-летию концерна «Росэнергоатом». Учредителем конкурса является Фонд содействия развитию муниципальных образований АТР АЭС. Проект реализуется при поддержке концерна «Росэнергоатом» АЭС ПАКШ Венгрия администрации муниципалитетов расположения атомных станций. Конкурсов проводится много, это и детские рисунки. Цели у них, в общем-то, по сути дела одни. Это раскрытие творческих способностей наших детей, показать, что они действительно очень много могут. Второе, наверное, то, чтобы с помощью детей, с помощью фоторабот, показать безопасность работы атомных станций России, вызвать доверие или показать доверие граждан к работе концерна «Росэнергоатом» и госкорпорации «Росатом». Не будем забывать, что этот конкурс, он воспитывает наших детях, нашим подрастающим поколениям и патриотическое чувство любви к своей родине. Ну и, наверное, если этот конкурс проводится в год экологии, да не обязательно в год экологии. Это, наверное, воспитывает наших детей любовь к природе, к чистоте, поддержанию того порядка, который есть у нас в городе, привитию чувства ответственности за будущее нашей страны, за будущее того города, в котором мы живём. Вот это всё вместе, совокупности, наверное, является целями данного фотоконкурса. Принять участие в конкурсе смогут дети от 14 до 17 лет, проживающие в Рославском районе и Десногорске. Об условиях и сроках проведения конкурса будет сообщено дополнительно. 17 апреля смоленские ветераны органов внутренних дел и внутренних войск отметили ведомственный праздник. Он был учреждён всего лишь 7 лет назад. Ветераны из всех районов Смоленщины были приглашены в Культурный центр управления МВД. На праздники лучшие первичные ветеранские организации региона были отмечены дипломами и ценными подарками. В областном центре начались репетиции Парада Победы. Первая прошла на аэродроме Смоленск-Северный. По предварительной оценке в этом году в Параде Победы примут участие полторы тысячи человек и более 20 единиц военной техники. В День Победы по главной площади Смоленска проедут БТРы, пушки времён Великой Отечественной войны, а также зенитно-ракетный комплекс ОСА. А сейчас новости спорта. 17 апреля в спортивном зале 4-й школы открылся 9-й традиционный турнир по волейболу «Кубок надежды» среди учащейся молодёжи Десногорска. Обо всём подробнее в нашем сюжете. Не случайно этот волейбольный турнир проходит ежегодно в апреле, ведь посвящён он памяти первого космонавта нашего земляка Юрия Гагарина и проходит под девизом «Знаете, каким он парнем был». Нынче в «Кубке надежды» участвуют 10 команд, 5 команд юноши и 5 команд девушек из всех школ города и Десногорского энергетического колледжа. Участников и гостей открытия волейбольного турнира приветствовали глава Десногорска Андрей Шубин и депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Я тоже очень сложно стараюсь помогать и за ничем помогать. Ну а в любом спорте подтверждает сильный вид. Организаторы турнира благодарят учителей физической культуры и многих руководителей Десногорских предприятий за помощь и поддержку. А педагоги искренне рады за своих питомцев, которым выпала честь побороться за Кубок надежды. Такой вид спорта, как волейбол, очень интересный. Командная игра, сплочённость от детей требуется, требуется дисциплинированность и здоровый образ жизни. Мы привлекаем детей к здоровому образу жизни, занятиями в секциях, на уроках физкультуры. И очень интересное мероприятие. Кубок надежды традиционный уже, и детям очень нравится. Они с нетерпением его ждут. Соревнования среди юношей и девушек проходят по круговой системе согласно ранее утверждённому графику. Борьба, в общем-то, ожидается нешуточная в силу их подготовки. Будем надеяться, что победит действительно наш сильнейший. Волейбольные баталии проходят ежедневно в течение этой недели. Болельщиков ждут в спортивном зале 4-й школы с 15 до 20 часов. И ещё о спорте. В минувшие выходные во Владивостоке состоялся международный турнир по самбо «Мемориал Юрия Потапова». Участниками состязаний стали более 150 спортсменов из 15 государств. Представительницы Смоленской области, выступающие в составе сборной России, отлично проявили себя на этих престижных соревнованиях. У Анастасии Филиппович золото, у Виктории Козуриной – серебро. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова